Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели». Я ее ведущий Амир Кедрасов. 8 декабря на базе Кумертауского филиала ОГУ прошла научно-практическая конференция с международным участием под названием «Наука в строительстве». Участниками стали представители научного сообщества и работодатели строительной индустрии нашего города. Они обменялись теоретическими знаниями и практическим опытом, а также обсудили передовые технологии в строительстве. Подробнее расскажет мой коллега Константин Меркушев. Строитель, вы создаете рода. Строитель, гордится за вами вся страна. Отрасль строительства имеет наиболее важное социальное значение в наше время. И подготовка квалифицированных кадров – одна из важных стратегий развития города. Поэтому подобные конференции занимают значимую роль в нашей жизни. Это очень значимое мероприятие, поскольку оно позволяет объединить в себе образовательные и производственные ресурсы. Мы прекрасно осознаем, что сегодня невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста без участия производства, без участия государственных органов исполнительной власти и без участия бизнес-структур. Поэтому пытаемся выработать механизмы, которые позволили бы интегрировать образовательный процесс и производственный процесс в единое целое. В рамках конференции состоялся конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенциях сухое строительство и штукатурной работы и кровельной работы. На территории Кумертау такой конкурс проводится впервые. Но студенты города уже неоднократно участвовали и добивались успехов в региональных этапах. В этот раз в конкурсе профессионального мастерства участвовали три команды. Студенты Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета, Горного колледжа и Милюзовского многопрофильного профессионального колледжа. За соревнованием наблюдали руководители и заместители строительных организаций. Они отметили, что подобные мероприятия очень важны как для студентов, так и для представителей строительной индустрии. Фирма «Акрополь» давно уже сотрудничает с Оренбургским филиалом АГУ. Мы предоставляем им рабочие места для прохождения практики. Также проходят у нас студенческие строительные отряды. Они работают в летнее время у нас на наших объектах. Я бы сказал, что они достойно представляют свой институт и работают с качеством, достойным на профессиональном уровне. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в этом, потому что это будущие наши работники, которые придут к нам своим уже мастерством. На научно-практической конференции присутствовал почетный гость, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Фанур Шахисламов. Он отметил, что на рынке труда в нашей республике самыми востребованными являются рабочие специальности. Это очень актуально сегодня для республики, поскольку мы понимаем, что сегодня нужны рабочие руки. Более 79% сегодня у нас вакансия именно рабочих профессий. Поэтому мы сегодня приветствуем, поддерживаем это направление. И у нас региональный чемпионат будет. То есть мы хотим, чтобы как можно было больше участников в этом мероприятии. И, конечно же, потом, чтобы наши победители самые достойные отправились на российский этап этого чемпионата. Конференция была продолжена работой секции «Архитектура, градостроительство и ЖКХ. Вопросы благоустройства городской среды, современные строительные материалы и технологии». Где свои научные и практические работы представили студенты и научные руководители учебных заведений. Стоит отметить, студенческая конференция стала площадкой для обмена опытом в рамках взаимодействия науки, образования и производства в сфере строительства. По итогам состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства. А участники секционных занятий получили сертификаты. На неделе также на базе Кумертауского филиала ОГУ состоялось первое воездное заседание Республиканского координационного совета по подготовке кадров для строительного комплекса республики. Перед началом работы членам совета была продемонстрирована материально-техническая база филиала. Преподаватели Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета с гордостью показывают учебно-производственные площадки гостям. В составе делегации представители образовательных учреждений республики, строительных компаний и органов власти. Гостям есть о чем рассказать. Образовательные учреждения, кроме аудитории, располагают лабораториями, где есть макеты механизмов и станки. Мастерские располагают практически всеми видами оборудований, по которым учат студентов основам технологии производства и ремонта автомобилей. Кроме этого, обучающиеся нередко сами становятся изобретателями. Так, например, на кафедре электроснабжения промышленных предприятий есть стенд автоматического учета электроэнергии, изготовленный студентами. Он позволяет дистанционно считывать показатели. Таким образом, студентам открываются широкие возможности для проявления их способностей на практике. Будущие специалисты выявляют дефекты в электронике, устраняют их. Полученные знания позволяют студентам успешно выступать и на конкурсах профессионального мастерства. Об этом говорил старший преподаватель филиала Артур Богданов. В этом же корпусе – кафедра экономических дисциплин. Специалисты уже сейчас выполняют серьезные заказы по изготовлению проектов. Одним из бизнес-проектов является бизнес-план горнолыжного комплекса на территории городского округа, город Кумертау, который был разработан по заданию администрации. Разработка велась по трем направлениям – это формирование маркетинговой, производственной и финансовой стратегии. Результаты разработки были представлены на всероссийском и международном конкурсах. И в настоящее время студенты занимаются разработкой бизнес-проектов по социальному предпринимательству, повышению финансовой грамотности, пенсионной грамотности, коммунальной грамотности населения. Это благоустройство территорий и многие другие проекты. После ознакомления с учебно-производственными площадками состоялось первое заседание Выездного координационного совета. Он создан для регулирования кадровой политики строительной отрасли. Сюда входит повышение квалификации работников, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Он предполагает взаимодействие науки, бизнеса и власти в составе представителей ведущих вузов республики, в том числе Кумертаусского филиала АГУ. Инициаторы создания Корсовета – председатель Госкомитета республики по строительству и архитектуре Халид Махмудов и директор архитектурно-строительного института Уфимского нефтяного технического университета Дмитрий Кузнецов. Было отмечено, что одной из задач Выездного совета является ознакомление с материально-технической базой учреждений, где готовят строительные кадры. Есть еще и корыстные цели. Здесь это посмотреть базы всех учреждений СПО, в каком они состоянии, чтобы доложить об этом реально председателю по строю. В процессе диалога выработаны конструктивные предложения. Это в том числе включение в план работы вопросов, касающихся взаимодействия сферы образования и производства. В ходе заседания был доработан проект положения совета с учетом поправок и дополнений. Как укрепить единство российской нации? Этот вопрос и не только рассматривали на семинаре, который прошел в администрации нашего города. Подробнее с места события расскажет Константин Меркушев. 6 декабря в здании администрации городского округа состоялся научно-методический семинар на тему «Стратегия государственной национальной политики. Механизмы укрепления единства российской нации и предупреждения межэтнических конфликтов». Организаторами данного мероприятия являются руководители и преподаватели Башкирской академии, государственные службы управления при главе Республики Башкортостан. Семинар в нашем городе для организаторов не первый. Всего запланировано 9 подобных мероприятий в различных городах Республики. Мы запланировали 9 таких семинаров. И каждый центр, например, сегодня в Кумертаус съехались представители 9 районов и городов нашей Республики. То есть это некие такие зональные совещания, в рамках которых уже мы проводим свои мероприятия. В рамках реализации научно-методического семинара разработан целый ряд мероприятий, направленные на укрепление единства российской нации. «Каждый семинар состоит условно из двух блоков. Из информационного, когда мы освещаем о современных тенденциях развития межнациональных отношений, о том, какие мероприятия, например, полезно проводить на местах, с тем, чтобы укреплять межнациональное единство, которое исторически сложилось в нашей Республике, и, соответственно, интегрировать в наше пространство многонациональное тех людей, которые приезжают к нам из стран бывших советских республик». Как и в любом обучении, без практики никуда. Так и в сегодняшнем семинаре. Во втором блоке участники сами разрабатывали желаемые мероприятия. «Мы сами, участники, сами вырабатывают комплекс желаемых мероприятий, под которые можно разработать проекты, под которые можно, например, уже потом продумывать финансирование соответствующее, опять же, в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. На сегодня эти вопросы очень актуальны и вызывают живой интерес у всех участников нашего семинара». Такие научно-методические семинары продлятся до середины декабря. Заключительно пройдет столица нашей Республики в городе Уфа. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Накануне в Кумертово прошла отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». На повестку дня было вынесено несколько вопросов, главными из которых были избрания секретаря местного отделения партии и членов полицовета. Подробнее расскажет Айгуль Мухамедшина. В местном отделении партии «Единая Россия» числятся 1352 человека. Количество первичных организаций – 24. На отчетно-выборной конференции приняли участие 135 делегатов. Согласно уставу, были избраны президиум и рабочие группы, мандатные редакционные счетные комиссии, секретариат. Участников конференции поприветствовала заместитель секретаря местного отделения Наталья Лапшина. Она поздравила всех с 15-летием партии. Наша партия отметила свое 15-летие. С этим молодым юбилеем я хочу поздравить всех однопартийцев и нашу городскую команду активистов. Тех, которые стояли и у истоков создания местного отделения. Тех, кто трудится и работает сейчас. И наше будущее продолжение молодогвардейцев. Кроме того, говорилось о стоящих перед кумертаускими единороссами задачах по совершенствованию работы первичных организаций. Это в том числе работа по вовлечению в общественно-политическую жизнь города как можно большего числа жителей. В докладе заместителя секретаря была озвучена информация об успешных проектах, инициированных отделением партии. Проект, в который последние два года мы активно в нем участвуем, это проект «Реальные дела». Суть его – это выполнение исходящих непосредственно от населения. Инициатив, направленных на повышение инфраструктуры. В рамках этой программы были отмечены работа по благоустройству территорий, установка спортивных тренажеров на двух площадках, ремонт библиотеки номер 3 и многие другие. Были названы ряд социальных акций, а также мероприятий по повышению грамотности населения в опросах ЖКХ. Участники конференции оценили работу местного отделения партии положительно. После отчетных выступлений состоялись выборы секретаря местного отделения и нового состава полицовета. По регламенту путем открытого голосования были определены кандидаты, а сами выборы прошли путем тайного голосования. По итогам выборов свою позицию сохранил нынешний секретарь местного отделения партии, глава администрации Борис Беляев. В состав полицовета введены 14 человек. В этот же день были избраны члены местной контрольной комиссии и депутаты на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия». Она пройдет 27 декабря в городе Уфе. В состав делегации вошли секретарь, а также три вновь избранных партийца. Это Наталья Лапшина, Елена Кучербаева, Ренат Хайрединов. В статусе приглашенных два сторонника партии – Виктор Сухачев и Елена Решетникова. В завершении конференции за активную работу были вручены благодарственные письма за подписью секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева. Ряд партийцев были отмечены наградами секретаря местного отделения. На неделе наш город встретил республиканский киномарафон. По мнению организаторов, это одно из главных мероприятий года. Зрители получили возможность увидеть несколько краткометражных произведений, в том числе документальный фильм «Рожденный дважды», удостоенный нескольких наград на фестивалях. Встретили участников мероприятия тематическими композициями вокальные ансамбли. По традиции, прежде всего, состоялась торжественная передача символа – кинематографической хлопушки кумертаусцам. Она в формате эстафеты вручается участникам киномарафона вместе с диском, фильмами производства киностудии «Башкортостан». Напомним, что старт республиканскому киномарафону был дан в январе в Уфимском кинотеатре «Родина». На открытие мероприятия в Кумертау были приглашены учащиеся городских образовательных учреждений. Целью этого киномарафона является пропаганда российского кино и, конечно же, пропаганда башкирского кино. Все участники сегодняшнего мероприятия увидят три фильма. Это краткометражные, документальные и мультипликационные фильмы. Это фильмы киностудии «Башкортостан». Участников киномарафона от имени главы администрации поприветствовала его заместитель Наталья Лапшина. Ну-ка, хорошо, ты мне? И мне хорошо. Первым зрителям был представлен мультипликационный фильм «Алдар и серый волк» режиссера Римы Шарафуддиновой. Забавный мультфильм, озвученный на двух языках – башкирском и русском, порадовал всех присутствующих. Следующим сюрпризом для гостей мероприятия стал документальный фильм сценариста Магафора Тимирбулатова «Рожденный дважды». Я ожидаю от этого фильма душевных таких эмоций, как бы испытать сильных эмоций. Вот сам пришел сюда поддержать, как бы, этот пример этого фильма, вот спеть нашим ансамблем песню «Белетика в кино». Вот очень долго ждал, как бы, премьеру такого фильма. Не хватало такого фильма. Главный герой киноленты – Ирик Зарипов. Четырехкратный чемпион Параолимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Спортсмен прошел немало испытаний, прежде чем сумел достичь высшего спортивного мастерства. Самым тяжелым для него стало восстановление после серьезной аварии и ампутации обеих ног. Он два года был в этом, депрессия у него была. Все боялись, что-нибудь что-нибудь с собой не сделал. Все эти были. Я с работы бежала, если видела, он за подъездом стоит. Некреции для скорой. Для меня это было все. Пока вот я не зайду в дверь, не увижу, что. Один раз еду, на подоконнике сидит. Я бегу. Добежала, думаю, уже все, прыгать чуть-чуть собрался. Он говорит, не беги, что бежишь? Я говорю, а ты что так делаешь? Я ей говорю, тихонечко, он говорит, что делаю, что делаю? Окна мою, что делаю? После окончания фильма у всех зрителей была возможность побеседовать с автором его сценария, Магафором Тимирбулатовым, задать ему свои вопросы. Мы по всей республике, по всем муниципальным районам и городским округам показываем наши фильмы. Здесь анимация, документальное кино, игровое. Я горжусь за свою работу. Они все участвовали на фестивалях, получали очень солидные призы. Напомним, что большинство мероприятий, прошедших в этом году в нашем городе, были посвящены пропаганде российского кино. Министерство культуры Российской Федерации и Республики внесли немалый вклад по открытию кинотеатров в нашем регионе. В частности, Горняк стал участником проекта, в результате которого фондом кино были выделены средства на модернизацию кинотеатра. Поэтому можно считать, что год кино для Кумертал стал не только символичным, но и достаточно успешным. В городе продолжаются работы по реконструкции лыжероллерной трассы. Напомню, в этом году администрации города были выделены средства для начала строительства в сумме 5 миллионов рублей. В эту стоимость входит и освещение трассы. Когда будет подключено электричество, в нашем сюжете далее. Протяженность новой лыжероллерной трассы составит 4 километра. На данный момент запланированные на этот год работы почти завершены. Часть маршрута очищена от пней и порослей. Несмотря на сложные погодные условия, продолжается установка вдоль трассы опора освещения и светильников. Сразу же протягивается и линия электропередач. Вот и все. Поехали спускаться. Здесь можно будет зимой кататься на лыжах, а летом на роликах и велосипеде. Уже сейчас на лыжном стадионе идет подготовка к городским и республиканским соревнованиям. Новая трасса широкая и комфортная, говорят спортсмены. Поскольку трасса будет освещена, это позволит лыжникам проводить тренировки в более поздние часы. Рады началу работ и тренеры, и дети. Давно, наверное, мечтали об этом, хотели всегда. Чтобы было здесь, разговор об этом и давно уже шел. Строительство вообще лыжного стадиона. Здесь вот и входит в этот лыжный стадион роллерная трасса. Ну и сам комплекс, который еще, надеюсь, в будущем будет строиться. Также мы будем радоваться, как вот сегодня радуемся. Уже вот стоят столбы, даже плафоны висят, даже и провода натянуты. Для старших школьников это, ну, очень положительно, постройка вот этой освещенной трассы и асфальта. Потому что школьники учатся долго, до трех до четырех часов, приходя на тренировку, там, когда нужно кататься по три, ну, там, по два часа. Катаемся уже до темна, и, ну, уже родители, бывает, не отпускают. И поэтому приходится приостанавливать тренировочный процесс и кататься гораздо меньше. А это очень большой плюс для достижения спортивных результатов. Будет темнеть раньше, и, как бы, видно ничего не будет. Фонари будут светить, более-менее будет хорошо кататься. Стоимость проекта составит чуть более 104 миллионов рублей. Для начала работ средства выделены из городского бюджета в сумме 5 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование предполагается за счет привлечения инвесторов. Согласно проекту, здесь предполагается благоустройство тропы здоровья, строительство лыжной базы со спортзалами и пунктом проката инвентаря. Уже на следующей неделе на трассе протяженностью более одного километра планируется подключить освещение. Продолжаем выпуск «Единый государственный экзамен». Важный этап для всех одиннадцатиклассников. Чтобы получить допуск к нему, необходимо сдать экзамен. 7 декабря по всей России выпускники школ сдавали итоговое сочинение. Наша съемочная группа побывала в школе номер 9 и понаблюдала за ответственным шагом будущих выпускников. Ровно в 10 часов утра выпускники приступили к написанию итогового сочинения. Но еще до начала экзамена ребята настраивали себя. Успешное написание сочинения является для выпускников школ допуском к итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ. Впрочем, те, кто получил неудовлетворительный результат или не явились на сочинение, смогут воспользоваться двумя шансами и переиздать его 1 февраля и 3 мая 2017 года. Продолжительность испытания для школьников составляет 3 часа 55 минут. И за это время выпускники должны показать себя самой лучшей стороны. Это не пробный экзамен, а настоящий экзамен. Это допуск к ЕГЭ. То есть сейчас ребята показывают свою готовность к единому государственному экзамену. Конечно, важно, что он проходит в декабре, потому что сегодня ребята пишут, экзамен сдают, и все в последующее время они уже спокойно, планомерно готовятся к основному, единому экзамену. Настроение отличное к экзаменам, готово. Надеюсь, все будет хорошо, потому что мы все готовились. Я готова, я готовилась к этому экзамену, я его долго ждала. Ну, а настроение хорошее, я уверена в себе. А есть волнение? Конечно, волнение, оно всегда есть. Основной акцент в рекомендациях сделан на оценке сочинения и порядке подготовки к нему. Испытание, с одной стороны, нацелено на проверку общих речевых способностей ученика, выявление уровня его речевой культуры и на оценку умения рассуждать по определенной теме, аргументируя свою позицию. С другой стороны, сочинение является литературоцентричным, поскольку содержит требования о построении аргументации с обязательной опорой на литературный материал. Я сейчас только разговаривала на эту тему с ребятами и сказала о том, насколько важно это умение, и мы начинаем это осознавать, говорить правильным, красивым русским языком и логично, красиво выражать свои мысли. Это важно и на физике, и на химии, и на математике, и на прочих предметах. Это востребовано абсолютно практически во всех профессиях. Отметим, тематические направления для итогового сочинения были утверждены еще в конце августа. Всего их пять. Это разум и чувство, честь и бесчестие, победа и поражения, опыт и ошибки, дружба и вражда. Но при этом непосредственно темы для сочинения стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Работы выпускников оценят по пяти критериям. Соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. В пятницу в России отметили День Героев Отечества. В эту дату участвуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы и кавалеров Ордена Святого Георгия. В историко-крывеческом музее нашего города состоялась встреча студентов с героями-земляками. Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в городе Кумертау, началось с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы. Участники митинга вспомнили ветеранов Великой Отечественной войны. Для россиян участники войны и труженики тыла все являются настоящими героями. Они выдержали тяжелые испытания и отстояли страну. Погибших ветеранов почтили минутой молчания. Затем мероприятие продолжилось в историко-крывеческом музее. Здесь собрались люди, которых мы по праву называем Героями Отечества. Это наши земляки, которые с честью выполняли свой гражданский и воинский долг. В числе гостей ветеран Василий Скрипников, участник боевых действий, который побывал в шести горячих точках, Маот Мамбетов. Они обратились к студентам уважительно относиться к старшим с честью защищать родину. Также на встречу были приглашены заслуженный штурман-испытатель России Владимир Сунгуров, заслуженный летчик-испытатель России Александр Копейчик. Они передали в дар музея книгу об испытателях вертолетов фирмы Камов и летную одежду. Это кожаная куртка, комбинезон и шлем. Я думаю, что это самый большой праздник. Это День Героев России. Это те люди, которые свои жизни отдали и в боях, и в гражданске, в гражданское время. Вот у меня два друга, героя. Это Ларюшин и Бездетнов. Они оба летчик-испытатели, оба на фирме Камбова работали. Один погиб, один живой сейчас еще встречаемся. Это они, великие люди. Такие встречи в Куверталском историко-кореведческом музее проходят ежегодно. 9 декабря – это День Воинской Славы, День Героев России. И отмечается он повсеместно в нашей стране. И уже стало традиционным ежегодным проведение этого праздника с приглашением различных известных людей, которые внесли определенный вклад в развитие нашей страны, и защитники нашей страны, те, кто служил когда-то, и тот, кто сегодня трудится и служит на благо нашего Отечества, мы приглашаем в наш историко-кореведческий музей. У молодежи была возможность узнать подробности тех событий, участниками которых были приглашенные герои. Задать интересующие их вопросы. День Героя Отечества – совсем молодой праздник. Но, несмотря на это, все должны помнить о тех, кто проявил храбрость как на полях сражений, так и в мирное время. На неделе в детской художественной школе открылась выставка Владимира Калабухова. Работы художника находятся в российских и украинских частных коллекциях, а также в Голландии, Германии, Италии и нескольких музейных собраниях. Владимир Калабухов принимает участие в выставках с 1980 года, а с 2000-го становится членом Союза художников России. Его отец работал учителем, занимаясь рисованием и скульптурой. Именно он привел сыну любовь к изобразительному искусству и в какой-то степени передал свой художественный талант. Как творческая личность источники вдохновения Владимир Калабухов находят в самом разном. Гармония, красота, совершенство меня вдохновляют в разных проявлениях. Будь то, допустим, в сарае заснеженные, или в Крыму гора Айпетри. Вот если они производят впечатление, если они заключают в себе какое-то представление о гармонии, совершенстве, то они как раз и привлекают меня. Сейчас художник проживает в городе Мелиус, но его малой родиной является село Старая Отрада Куяргазинского района. Чтобы подчеркнуть значимость выставки в родных краях, художник провел ее в свой день рождения, сделав одновременно подарок себе и учащимся. Руководством школы для гостя был подготовлен небольшой сюрприз. От всей души хочу поздравить. И вот подарить вот такой богите. Здесь, конечно, вот тоже есть подарки. И посмотрите, их ползгрунтованное. Вот, все для художника, и чай в воде, эти бракеты подарки очень большой. Давайте мы на ножном поджарим. Владимир Калабаков признался, что в рисовании отдает предпочтение такому материалу, как пастель. В силу обстоятельств у художника не было возможности заниматься живописью постоянно. В этом плане пастель наиболее удобна. Хотя в техническом отношении ею гораздо сложнее добиться желаемого цвета, нежели акварелью или маслом. Картина настолько восхитительная, что меня вдохновляет сейчас пойти и тоже начать рисовать пастелью. Хотя, в принципе, никогда не рисовала. У тебя получалось? Нет. Смотри, просто какой переливый. Это вообще просто превосходно. У меня слов даже не хватает. Когда-то я была тоже в Крыму, и настолько аж слезы напирают. Когда я была с дедушкой, прям такой же пейзаж видела. Очень красиво выглядит. Натурально. Владимир Калабухов рассказал всем присутствующим об особенностях своего творчества и различных моментах, влияющих на художественный процесс. Рисование портретов и этюдов, по его словам, занимает несколько часов. Но кроме них, на выставке художник представил картины, которые создавались им на протяжении 20-30 лет. Некоторые из них он начал рисовать, будучи студентом. Другие, когда работал преподавателем. Часть картин были написаны во время отдыха в Крыму. И несколько пейзажей художник нарисовал в селе Воскресенское. Открытие выставки в художественной школе прошло интересно и продуктивно для всех присутствующих. Не все дети у нас поступают в художественные вузы, училища. И, конечно же, это немножко печалит нас как преподавателей, потому что мы вкладываем в них всю душу и старания. Но бывает так, что яркая встреча с настоящим истинным художником оставляет след в их памяти. И они уже продолжают путь как художники, дизайнеры, рекламщики и тому подобное. Это, конечно же, нас радует. Особенно, когда дети приходят к нам через много-много лет и говорят спасибо. Увидеться с художником на выставку приехали родственники и друзья из района. Они с гордостью фотографировались рядом с работами художника и поздравляли его с днем рождения. Владимир Калабухов участник как республиканских, так и всероссийских выставок. В 2002 году его работы были выставлены в Италии на международном показе Европастель, а в 2003-м во Франции. Выставка в детской художественной школе продлится до 10 декабря. Посетить ее могут все желающие. Накануне во Дворце угольщиков состоялся ставший уже традиционным конкурс исполнителей башкирской и татарской народной песни имени Марата Ильбаева. Мероприятие проводится 14-й год подряд и собирает самодеятельных артистов из городов и районов республики. В этом году свой талант и мастерство на суджюри представило порядка 30 участников. Мурата Ильбаев не был профессиональным певцом. Тем не менее, его помнят как талантливые исполнители башкирских и татарских народных песен. Поэтому вот уже много лет во Дворце культуры угольщиков проводится конкурс, названный его именем. Мурат Ильбаев трудился простым рабочим, занимался спортом и никогда не расставался с песней. Обладая особым природным даром, он завоевал любовь и признание ценителей народного творчества. Он был широкой души человек, вспоминает заслуженный работник культуры республики Раяв Гайнединов. Он работал путейцем, работал, но это самодетельный артист, самодетельный артист. Но Бог ему дал то, что он дал, то он и, так сказать, воспроизводил на сцене. Ежегодно на это солидное творческое состязание собираются исполнители народных и эстрадных произведений. В этот раз свой талант и мастерство на суджюри и зрители представили 30 участников. Из городов Салават, Кумертау, Мелиус, Куиргазинского, Дианчуринского, Кугорчинского районов. Это настоящие хранители культуры народа. Я занимаюсь только третий год. На вокале мы поем разные песни, как башкирские, так и эстрадные. Я занимаюсь вокалом 10 лет. На конкурс меня привезла моя учительница по вокалу на другую выходе Сагабдуловна. Мы поем очень разные песни, но больше всего мне нравится петь народные. Я знаю много народных песен. Туман, хандугас. На конкурсах я езжу очень много и почти всегда первые и вторые места. Ежегодно в конкурсе принимают участие куиргазинские артисты. В этом году свое мастерство представили семь исполнителей из соседнего района. Среди участников как люди старшего поколения, так и молодые исполнители. И каждый конкурс для них является площадкой для обмена опытом. Среди конкурсантов Загир Азнобаев. Он посвятил свое выступление маме. И ради своей мамы я стараюсь и буду участвовать в этом конкурсе. Я надеюсь, что я займу первое место. Эксперты оценивают выступление по четырем возрастным категориям. Особое внимание будет обращаться на исполнение народных протяжных песен, говорит председатель жюри Гузелья Зарипова. Если будет в программе «Олунькюй», мы будем обращать, наверное, на это внимание. Потому что исполнять «Олунькюй» это, наверное, все-таки элитный жанр. И может не каждый исполнить эту песню, потому как и диапазон широкий в этой песне, и текст сложный, и мелизматика довольно-таки богатая. Поэтому, конечно, в приоритете будут эти песни. Вдова Мурата Эльбаева Фаррида Минуловна старается не пропускать конкурс. Она выражает благодарность организаторам и участникам. Такие мероприятия помогают хранить память о замечательном человеке. И в то же время выявляют новых талантов, отмечает она. На неделе завершилась установка и монтаж главной городской елки. Теперь «Зеленая красавица» радует жителей города и заряжает всех новогодним настроением. Сейчас площадь Советов готовится преобразиться в настоящий ледовый городок. За строительством наблюдала моя коллега Гульнас Филатова. Несмотря на погодные условия, сильный ветер и снег, елка была установлена достаточно быстро и успешно. Теперь на площади активно ведется строительство ледового городка. Силами МУП «Стройинвест» и индивидуальных предпринимателей города в скором времени будет создан лабиринт изо льда. «Клеится, получается, будет на снег мокрый, будем разбавлять. Вот обрабатываем бензопилой. Вот бензопил у нас есть. Форма будет он такой, пятиугольной. В этом году чуть-чуть другой». В этом году планируется внести несколько изменений в конструкцию ледового городка. Главный архитектор администрации города Светлана Гирш рассказала нам о новых проектах, которые будут воплощены в жизнь до новогодних празднований. «Будут у нас мультиплекционы, установлены будет как стойки, где люди смогут сфотографироваться с изображением из мультфильмов. Установлен новый Дед Мороз и Снегурочка с троном тоже, где можно также будет сфотографироваться на фоне нашей красивой елки с прекрасными гирляндами. Цифры будут еще также из ледяных. Фигур будет 2017 с подсветкой планируется. Установка ледяных скамеек. Малые горки с ледяной для деток». Кумертаусцы по достоинству оценили установленную на площади новогоднюю елку. По мнению некоторых горожан, искусственная ель имеет ряд преимуществ перед живым деревом. «Искусственный этот намного же хватает, на сколько-то лет. А это же один раз ставят, бросают. Жалко же». И, конечно, строительство ледового городка радует не только детей, которые смогут играть в лабиринте и кататься с ледяных горок. Взрослые также с удовольствием наблюдают за созданием игровой площадки изо льда. И признаются, что уже сейчас, благодаря установленной елке и предновогодней суете на площади, создается праздничное настроение. «Работа кипит у нас на площади, в нашем городе. Стройка идет. Катание для детишек очень хорошо строится. И спасибо администрации, хоть и кризис, но по-прежнему, как и в хорошие времена, также уделяют внимание для молодого поколения. Но не молодого, для всех, для горожан наших». Строительство ледового городка подрядная организация обещает завершить в течение 10 дней. Торжественное открытие новогодней елки в этом году планируется провести раньше, чем обычно, 25 декабря. Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова